Солнышко Зайчик солнечный блестит Солнце шьёт его с небес Улыбайся Шишкин лес Ля-лю-ля-ля! Ля-ля-ля-ля-ля! Ха-ха-ха... шунечка,здравствуй! Привет! А что ты делаешь,а? Накрываю на стол А зачем ты всё так красиво делаешь? Ты гостей пригласила, да? Ну что, Зубок, стол накрывает красиво только для гостей, что ли? Ну, конечно, я и так могу поесть без всякой скатерти Зубок, лучше помоги мне, скоро тёточка Матильда придёт Ну давай, что делать, а? Разложи приборы вокруг тарелок О, сейчас, так А что ты ищешь, Зубок? Ну ты же сказала, разложить приборы Но я никакой техники здесь не вижу Я имела в виду столовые приборы Вилки, ложки и ножи Так бы сразу и сказала Но это я быстро сейчас Готово! Ой, а всё лежит неправильно Это ещё почему? Потому что ложка и нож должны находиться справа от тарелки Их берут правой рукой, а вилка слева для левой руки Хм, ну держать вилку в левой руке это так неудобно Хм, зато культурно Подумаешь, какие тонкости Сейчас так, отсюда, 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 вот А вот и я Хе-хе-хе У вас всё готово, друзья мои? Да А то приборы и раскладывал лично я Хе-хе-хе Да, мне кажется, чего-то здесь не хватает Хе-хе Не хватает только еды, а всё остальное на месте Хе-хе-хе Шунечка, а почему ты салфетки не разложила? А-а-а, совсем про них забыла А разве без салфеток нельзя? Ни в коем случае, Зубок Это грубое нарушение этикета Чего-чего? Э-э-ти-кета А кто это такой, а? Хе-хе Никто, а что Этикет – это правило поведения в культурном обществе И если ты собираешься садиться с нами за стол Ты должен эти правила выучить Ой, да зачем? Я и так прекрасно знаю, как надо есть Хе-хе-хе А если мы это проверим? Да, пожалуйста, проверяйте Хорошо Тогда скажи, как ты поступишь во время обеда Вот с этой салфеткой С этой? Да я повяжу её себе на шею, вот Ответ неверный Хе-хе-хе Шунечка Да А ты куда её денешь? А я положу на колени Правильно Так вы не испачкаете себя крошками А после еды Этой салфеткой вы сможете вытереть губы и пальцы Ох, а знаете ли вы, друзья Когда салфетки впервые появились на Руси? Когда? В семнадцатом веке Во времена царя Петра Первого Чтобы его приближённые бояре Культурно вели себя за столом Он велел им сбрить бороды А при чём тут бороды? Хе-хе-хе После еды невоспитанные бояре вытирали о них жирные пальцы Ведь вилок в те времена тоже не было И еду брали руками Фи, как некультурно Ну и ну Борода вместо салфеток Вот умора Хе-хе-хе И вот когда эти бедняги лишились своих бород То волей-неволей им пришлось научиться пользоваться за столом с салфетками Взрослые, а тоже учились Ну конечно А представьте себе, друзья мои Что для гостей поставили на стол большое блюдо с отбивными котлетами Представил Какая вкуснятина Я обожаю отбивные Какой же кусочек ты возьмёшь себе, Зубок Да что за вопрос Я обязательно подскочу к этому блюду первым И выберу самую большую и самую румяную котлету Всё, двойка Почему? Ну, во-первых, нельзя набрасываться на еду, как голодный зверёк Во-вторых, некультурно выбирать для себя из общей тарелки самые лучшие кусочки Хм, что же я должен брать самые плохие, да? Надо взять тот кусочек, который лежит к тебе ближе И положить на свою тарелку Запомнил? Запомнил Тётушка Матильда Да-да А когда люди изобрели тарелки, вы тоже знаете? Знаю Примерно 300 лет тому назад Ой, и как же раньше обходились без посуды? Очень просто В прежние времена тарелки заменяли большими кусками хлеба, на которые клали рыбу и мясо Ой, здорово! Мясо съел, хлебной тарелкой закусил и ничего потом не надо мыть Тётушка Матильда Да-да Может, мы тоже уберём тарелки и будем есть с хлеба? Нет-нет-нет-нет-нет, мне совсем не трудно помыть посуду Не будем, не будем отвлекаться, друзья мои Мой последний вопрос Зубок Ты будешь есть котлету с хлебом? Конечно! А как ты будешь это делать? Да очень просто, возьму в лапу кусок и буду от него откусывать Ну вот, опять неверно Да Шунечка, подскажи, как надо есть хлеб Хлеб надо положить рядом с тарелкой Отламывать маленькие кусочки и класть их в рот Также недопустимо во время еды чавкать и приоткрывать губы при пережёвывании пищи Это я знаю Ещё нельзя разговаривать с набитым ртом Сначала прожуй, а потом говори Молодец! Молодец, Зубок! Ещё пару уроков, и ты научишься правильному поведению за столом И ребята будут с нами учиться? Конечно, обязательно Вот здорово! Ну, а теперь, наверное, пришла пора поесть Ну, конечно, конечно, Зубок Но сначала давайте попрощаемся с ребятами А, давайте До свидания, ребят До встречи, мальчики и девочки Всего вам самого доброго, друзья Время быстро пролетело Утро сказкой прозвенело Улыбнулось облакам Новый день приходит к нам Субтитры создавал DimaTorzok